Израиль и палестинскую автономию посетил генсекретарь ООН Пан Гимун. Визит состоялся сразу после завершения международной конференции в Каире, на которой было решено выделить на восстановление газа около 5,5 миллиардов долларов. Глава ООН приехал в регион, чтобы выяснить, согласится ли Тель-Авив пропустить стройматериалы в Анклав. Из Израиля передает наш собственный корреспондент на Ближнем Востоке Динара Бектурова. Это кадры операции «Защитный рубеж». В руинах целые районы. Более ста тысяч палестинцев остались без крова. Дефицит жилья колоссальный. Восстанавливать разрушенный Анклав будут на деньги, собранные по всему миру. Тель-Авив сразу заявил, что пропускать стройматериалы не будет, пока не разработают специальную систему слежения. Куда и на что они уходят? Ведь смысл военной операции заключался в уничтожении туннелей, которые, кстати, были построены из израильского цемента, завезенного под предлогом восстановления Анклава от предыдущей войны. Деньги нашлись. Осталось договориться с Израилем. Ведь именно он контролирует все грузы, поступающие на территорию Анклава. Поэтому сразу после конференции в Каире генеральный секретарь ООН Пан Гимун прилетел в Израиль на встречу с президентом Риувеном Ривлиным. Генсек в очередной раз призвал стороны к сотрудничеству. Война повлекла за собой беспрецедентные разрушения в Газе. Планы ООН по восстановлению сектора учитывают нужды Израиля в сфере безопасности. Эксперты подсчитали, на полное восстановление Газа после военной операции защитный рубеж уйдет около 20 лет. И то, какими темпами будет идти строительство, зависит от Израиля, который пока опасается давать зеленый свет. Мы заинтересованы в восстановлении Газа, так же, как и палестинцы. Но опасаемся, что из этих стройматериалов вновь начнут строить туннели для диверсий на нашей территории. Поэтому, прежде всего, мы должны решить вопрос о том, как мы будем отслеживать, по назначению ли они расходуются. И все же обе стороны понимают, мирные жители не должны страдать. И пока официальные лица вели переговоры, поставки в Анклав уже начались. Израиль направил в сектор Газа 600 тонн цемента и 10 трейлеров со сталью.